Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Андрея Горгуленко. Пока праздничные столы еще не накрыты, а кремлевские куранты не успели пробить 12 часов, самое время вспомнить, каким для самарцев был 2019 год. Завершилось строительство Фрунденского моста и началась подготовка к строительству моста у села Климовка. Благоустроили Крымскую площадь, сквер Фадеева и другие общественные пространства. Строились новые дороги, школы и детсады. Улица Куйбышева снова стала пешеходной. Мы вспомнили самые яркие новости уходящего года. 2019-й глазами наших корреспондентов, которые ежедневно были в самом центре событий. Январь – месяц, когда год наступивший только набирает ход и еще есть время, чтобы подвести итоги года ушедшего. Первую большую пресс-конференцию на должности губернатора Самарской области провел Дмитрий Азаров. В Самарском Белом доме собралось более ста журналистов, как из федеральных агентств, так и из региональных СМИ. На ней затрагивались самые важные вопросы, в том числе и 12 национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, реализация которых началась с 2019 года. Самару 1 января ждали еще одни важные перемены. В общественном транспорте перешли на оплату проезда банковскими картами. Обновление программного обеспечения прошло за счет компании-оператора и не потребовало затрат из городской казны. Новая система оплаты нравится и кондукторам, и пассажирам. Не нужно возиться с мелочью или тратить время на сдачу с крупных купюр. Наш телеканал этот год начал с победы. Престижную премию Регионального союза журналистов «Золотое перо» получила главный редактор «Самара ГИС» Елена Орлова. Впервые за 8 лет в высшую лигу КВН вернулась самарская команда. Волжане достойно представили город и в первом сезоне дошли сразу до полуфинала. В феврале самарцев на свежем воздухе собрал лыжный марафон «Соколи и горы». Он уже успел стать традиционным. Чтобы поучаствовать в регион съезжаются спортсмены и просто любители со всей России. В этом году из России, Белоруссии и Казахстана в Самару приехало свыше полутысячи человек. Спортсмены пробежали 4 дистанции – 10 километров для новичков, 17 и 34 для любителей и 51 для профессионалов. «Соколи и горы» считаются одними из самых престижных в России. Самый главный старт – это сегодня лыжный марафон «Соколи и горы». Он вошел в серию лучших российских марафонов «Раша Лопет». Для Самары это большая честь. И мы гордимся тем, что мы в одном ряду вместе с лучшими марафонами России. В феврале подвели итоги общественного голосования за преобразование парков и скверов города по федеральной программе «Комфортная городская среда». В итоговую двадцатку вошла Крымская площадь, которую сегодня уже не узнать. Эти изменения прорабатывались с учетом мнения жителей. Через сайт департамента проголосовали более семи тысяч горожан. Ключевым событием марта стало обращение губернатора 63-го региона Дмитрия Азарова с посланием к жителям области и депутатам Самарской губернской думы. С начала года Самарская область активно включилась в реализацию 12 национальных проектов, обозначенных в майском указе президента страны, на реализацию которых регион в 2019-м получил 22 миллиарда рублей. Особое внимание уделялось в сфере здравоохранения. Я в своем послании предыдущего года давал жесткие оценки положению дел в сфере здравоохранения. Определенные подвижки за последнее время здесь есть. Но запрос жителей региона на повышение качества медобслуживания по-прежнему является одним из самых главных. Перед новым руководством министерства стоит задача в короткие сроки качественно улучшить ситуацию. Первое, что мы сделали, провели честную ревизию медицинской статистики, избавились от приписок, которые там были. И выявили, что на первом месте в структуре смертности, болезни сердца, системы кровообращения мы сделали эту ревизию до заявления нацпроекта и смогли получить адекватные средства на здравоохранение. В своем послании глава региона затронул ряд важных тем. Среди них увеличение темпов строительства, решение проблем обманутых дольщиков, поддержка предпринимательства, улучшение экологии. Наиболее важные темы и актуальные вопросы послания главы региона прокомментировали представители власти и общественники. Городской округ Самара принимает участие в 11 национальных проектов, за исключением проекта «Наука». И все, что сегодня озвучилось губернатором, безусловно, для нас очень неважно. Есть целевые показатели, которые мы должны достичь. Была конструктивная критика и по участию глав муниципальных образований, по участию муниципалитетов в тех или иных программах. Конечно, надо исправлять ошибки и двигаться вперед. В марте 2019-го начали строить новый дворец спорта на Молодогвардейской. Он появится на месте старого, который прослужил хоккеистам и фигуристам 41 год. Чтобы современный объект можно было эксплуатировать не меньше, фундамент строят основательно. Почти 200 строителей возводят дворец спорта в две смены. В итоге должен получиться каток в два раза больше прежнего. Общая площадь арены составит более 28 тысяч квадратных метров. Кроме соревновательной арены здесь разместятся два спортзала, льдовая площадка для керлинга, отдельная коробка для тренировок хоккеистов и фигуристов. Апрель для Самары традиционно месяц благоустройства. Еженедельно в городских парках, скверах и на площадях проводили общегородские субботники. На самый масштабный вышли более 90 тысяч самарцев. Он стал третьим по счету в этом году в рамках месячника. Взявшись за грабли, метлы и кисти, муниципальные служащие, представители городской думы, общественной палаты и МЧС наводили порядок на аллее трудовой славы. Все условия созданы для того, чтобы в коллективном творческом труде проявить свои отношения к любимому городу. Работать надо по возможности всем, кто может, для того, чтобы навести порядок. Потому что вот эта хорошая погода, которая сейчас стоит, город привести в порядок. И дальше только летом поддерживать и будем жить в хорошем, чистом городе. Активно наводили чистоту и во дворах. На улице Вольское жители рассказали о своих планах по благоустройству территории. Часть дворов привели в порядок по программе формирования комфортной городской среды. И на этом решили не останавливаться. Запланировали мини-футбольный пол для маленьких детей. Для взрослых мы запланировали тренажеры. И для норм сдачи ГТО турники и прочие брусья. В этом году этот квартал должен преобразиться до неузнаваемости. Мы на это очень надеемся. Также в день общегородского субботника прошел пробный пуск фонтанов. В апреле активно приступили к ремонту дорог. Один из участков – заводское шоссе. От улицы 22-го портсъезда до Земица. Это почти 4 километра. Работали круглосуточно, но в основном днем, чтобы не мешать местным жителям. Работы проводили по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Кроме дорожного полотна ремонтировали ливневки, освещение и тротуары. Особое внимание уделили прочности дорожного покрытия проезжей части. Вокруг заводского шоссе расположено много промышленных предприятий, на которых большегрузные автомобили большим потоком поступают. Поэтому принято решение по усилению этой конструкции. За благоустройство территории между собором и онкоцентром по проекту «Комфортная городская среда» проголосовали 12 тысяч человек. Подрядчик приступил к расчистке участка и спилил несколько деревьев. Жители забили тревогу. Для них и вывязы, и клёны – чистый и свежий воздух. Неравнодушные горожане обратились за помощью к Елене Лапушкиной. То, что вы сделали замечание, с более половины я согласна, совершенно точно понимаю, что все деревья переть нельзя, что овраг надо чистить, строительный мусор вывозить. И совершенно точно это будет выполнено. Спустя несколько месяцев заброшенный сквер превратили в уютный сад для прогулок и отдыха. Здесь установили фонари, удобные скамейки и обустроили пешеходные дорожки. 9 мая вся страна отметила 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Самаре главные события развернулись на площади Куйбышева. Здесь прошел парад победы. Перед многочисленными гостями пустили 27 воинских расчетов, военно-патриотические клубы и бессмертный полк. В составе механизированной колонны прошли 86 единиц вооружений, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. В конце дня для горожан провели праздничный концерт с участием звезд российской эстрады и яркий фейерверк. В мае Самара присоединилась ко всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день только в доме режиссера Эльдара Рязанова побывали больше 13 тысяч гостей, в том числе глава города Елена Лапушкина. Для жителей Самары подготовили насыщенную культурную программу, чтобы каждый самарец смог найти близкую душе и сердце экспозицию, в мэрии разработали специальный путеводитель. Мы распространяли по музеям, по кафетериям, по гостиницам, волонтеры расставали на Ленинградской, на Самарской, да, и что ли. В эту ночь Самарские музеи должны были закрыться после 11 часов, но в итоге работали до последнего посетителя. Анатолий Головко, События. Июнь начался с глобального преображения города. Да, во всех уголках Самары кипела работа. Крымская площадь, ранее известная как площадь Урицкого, менялась на глазах. Строители на работу выходили даже ночью, чтобы самарцы смогли как можно скорее прогуляться по обновленной территории. Отремонтировали и примыкающие к ней дороги и дома. Крымскую площадь обновили по проекту формирования комфортной городской среды. В июне в Самаре приводили в порядок и дороги. Полным ходом шел ремонт Старозагоры. Работы разделили на два этапа. В этом году сделали участок от Советской армии до Нововокзальной, а в 2020 году планируют до Ташкентской. Помимо ремонта, подрядчик будет следить за дальнейшим содержанием улицы. Комплексно отремонтировали улицу по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За несколько месяцев подрядчик заменил дорожное покрытие по всей ширине. Отремонтировал бордюры и тротуары. Привели в порядок инженерные коммуникации, светофоры и дорожные знаки. На всех этапах работ подрядную организацию контролировали городские власти и общественники. В июне полным ходом шло обновление улицы Победы от Елизарова до Кирова. Тротуар ремонтировали днем, а ночью, когда трамваи перестали ходить, приводили в порядок проезжую часть. Всего заменили более 50 тысяч квадратных метров асфальта. Протяженность участка составила полтора километра. Город заключил с подрядчиком контракт жизненного цикла. Ремонт проводится в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этом участке никаких осложнений работы не вызывают. Люди относятся с пониманием. Также администрация Кировского района всячески содействует для проведения работы. В промышленном районе Самары в июне возводили уютный сквер. В одном из самых густонаселенных микрорайонов города появился «Зеленый островок». На строительной площадке у Кирилла Мефодиевского собора кипела работа. Разравнивали землю и формировали прогулочные тропинки. У нас здесь проектом было устройство. Предусмотрено устройство пешеходных дорожек, устройство газонов с автополивом. Предусмотрена высадка новых зеленых насаждений, значит, очистка и санитарная обрезка деревьев, устройство детской спортивной площадки. Благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда», кроме сквера у онкологического центра появилась и вместительная парковка. В июне площадку уже почти построили. Оставалось доработать лишь мелкие детали. Самый жаркий месяц в году запомнится ярким и красочным. Фестивали, летние концерты и праздничные карнавалы после чемпионата мира 2018 становятся традиционными для Волжского побережья. Музыка, танцы, перья, отличное настроение. Это настоящий карнавал, и не где-нибудь в Рио-де-Жанейро, а в самом сердце Самары, на пешеходной Куйбышево. Мы с вами уже на финише прямой, поближе к бандюру, чтобы у нас... Отличное настроение. Мы так рады, что сюда попали. Какой карнавал? Чудно. Почаще устраиваете такие мероприятия. Отлично. Все очень нравится, очень красиво. Все было очень здорово, весело. Много позитивного народа, улыбающие, счастливые лица. Все очень классно, все молодцы. Ну, для Самары, это фактически для меня, скажем так, в новинку же, если не ошибаюсь, это второй год настолько, пешеходная зона. Живу, благо, делаю, рядом. Понравилось. По-спортивной, я бы сказал, а не просто футбольной. Болеем за все. Мы переживаем и за другие команды. В июле улица Куйбышева снова стала пешеходной. Самара окунулась в атмосферу настоящего праздника. Танцевальный парад стартовал от площади революции. Яркая колонна из уличных артистов заряжала отличным настроением, привлекала внимание и становилась больше практически с каждым шагом. Зажигать присоединились зрители. Мы с вами объединились вокруг одной идеи и сделали замечательный праздник для всего мира, для всех наших гостей. И я убеждена, что объединившись, мы и с другими задачами так же с вами справимся красиво. После карнавала праздник на улице Куйбышева продолжался на четырех творческих площадках. Карнавальный уикенд показал, что город умеет и любит веселиться. Не зря же этим летом каждые выходные в рамках проекта «Культурное сердце России» на набережной Самары с успехом проходили концерты и танцевальные вечеринки. А в парках города играли духовые оркестры и джаз-бенды. В августе продолжились карнавалы и праздники. 15-й традиционный юбилейный фестиваль цветов в этом году стал одним из самых посещаемых за всю историю проведения. Более 50 тысяч человек смогли оценить мастерство флористов и ландшафтных дизайнеров. Изюминкой фестиваля стал необычный тактильный сад, адаптированный для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. В мире есть всего три таких – в Москве, Уфе и итальянской Падуе. Я так счастлива, что к нам приезжают жители других городов. Я надеюсь, что вот эта красота, которая сегодня есть в Самаре, вот эти замечательные цветочные композиции, эти восхитительные краски, они принесут и в свои города, и мы все вместе будем такой цветущей стороной. Август месяц еще и спортивный. На традиционное первенство по пляжным видам спорта, на призы Ассоциации городов по Волжье, которая проходит уже 11 лет, собрались 8 сборных – из Самары, Оренбурга, Саранска, Пензы, Чебоксар, Ульяновска, Казани и Перми. Соревнование прошло на высочайшем уровне. Необычно самарцы отметили и День физкультурника. Одно из главных событий того вечера – масштабный ночной забег, собравший более 700 участников, как профессионалов, так и любителей. Одним из самых массовых спортивных праздников стал марафон на Кубок главы Самары. На старт вышли почти 4000 легкоатлетов из 207 городов, которые преодолевали дистанции в 42, 21, 10 и 3 километра. Три, два, один, старт, 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 Удачи, ждем вас на Пензене, будьте аккуратны. А закрыл спортивный август, тоже ставший традиционным, баскетбольный турнир имени легендарного самарского тренера Юрия Тюленева. На 23 площадках на площади Куйбышева собрались 250 стритбольных команд не только из Самарской области и России, но и из других стран. Главным событием сентября стал визит в Самарскую область патриарха московского Евсея Руси Кирилла. В Самарской области он был впервые. Я хотел бы поблагодарить вас сердечно за те труды, которые вы несете по окормлению вашей митрополии. Это одна из самых крупных и сильных митрополий в нашей церкви. И вот посещая в этот раз ее пределы, я имел возможность убедиться в том, что здесь очень многое делается для того, чтобы укреплялась церковная жизнь, чтобы укреплялось благочестие людей. Визита патриарха ждали тысячи самарцев. Служба в храме длилась несколько часов. Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову патриарх вручил орден святого князя Даниила Московского второй степени. Грандиозные перемены в сентябре коснулись и общественных пространств. В Самаре на два уютных уголка стало больше. В городе официально открыли Крымскую площадь и сквер Фадеева, окончание ремонта которых с нетерпением ждали все жители Самары. Я думаю, что этот замечательный сквер станет новой визитной карточкой города, ну и нашего района. На Крымской площади воссоздали береговую курортную атмосферу. В городе на Волге даже нашли свою Айпетри. В первый осенний месяц в Самаре открылся Центр подготовки хоккеистов. Уникальность его в том, что там есть тренажер, на котором инструктор научит правильно кататься на коньках. Освоить это мастерство профессионально в Самаре теперь можно в любом возрасте и в любое время года. На 17-м километре в Центре подготовки хоккеистов инструктор поставит в правильную стойку и научит эффективно отталкиваться ото льда. В Центре подготовки хоккеистов работают шесть тренеров. Посетителям предлагают три вида занятий на выбор. Самостоятельно, группой или с личным тренером. В октябре пополнилась Самарская копилка достопримечательностей. К столетию выдающегося конструктора Дмитрия Козлова около музея «Самара космическая» открыли памятник, высота которого достигает трех метров. Под руководством конструктора Дмитрия Козлова более чем за 40 лет специалисты прогресса создали восемь типов ракет-носителей и 26 ракетно-космических комплексов различного назначения. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал в этом участие, кто был идейным вдохновителем памятника, автора памятника, тем, кто способствовал своим трудом, своим участием, тому, чтобы эта историческая справедливость сегодня восторжествовала. Пусть открыть этого памятника будет для нас, для всех, напоминанием, что же такое по-настоящему. Быть преданным своей семье, делу, которое ты любишь, конечно, своему отечеству. А нам всех сами с праздником и с юбилеем выдающихся человека. Самым заметным экономическим событием октября стал Всемирный Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль. Он был посвящен глобальным экономическим проблемам. Более 200 производителей товаров и услуг представили свою продукцию. Среди них и самарские предприятия. Участники общались с потенциальными партнерами и инвесторами. Благодаря Всемирному дня халяль, мы, конечно же, имеем возможность еще раз заявить о Самарской области как территории, создающей условия для развития бизнеса. В октябре завершилось строительство новой дороги в микрорайоне Волгарь. Работы на улице Александра Солженицына проводили 4 месяца. Для высокой прочности положили два слоя асфальта. Обустроили ливневку, установили дорожные знаки, пешеходные ограждения, сделали освещение. Все это появилось в Волгаре благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Еще один нацпроект «Демография» обеспечит местных малышей местами в детсаду. В планах и строительство поликлиники на 700 посещений в смену. Маленький заповедник посреди шумного города. В ноябре заброшенный участок у озера Леснуха превратился в живописный парк для прогулок. Зеленый уголок находится всего нескольких сотнях метров от многоэтажек. В водоеме плавают утки, на пешеходных дорожках установили удобные скамейки. А небольшая набережная отлично подходит для ярких селфи и размеренного отдыха. «Конечно, очень нравится то, что вот именно здесь вот дорожки, плитку везде положили, ограждение для детей, потому что здесь было достаточно опасно таки для маленьких. И то, что можно спуститься с коляской. Пандус большой очень сделали, можно спуститься с коляской с детским велосипедом. Это очень удобно. И площадка, конечно, замечательная. Так вписывается вот в местную природу. Она не какая-то там вот цветная. Вот именно вот в натуральных таких цветах очень-очень нравится». Раньше здесь лежал строительный мусор, а местных жителей отпугивал вид заброшенных хозобъектов. Это место привели в порядок благодаря совместным усилиям городской администрации и неравнодушных горожан. «Когда вопрос спонсор пришел с предложением обутроить одну из городских территорий, первое, что пришло, я же говорю, мы обсуждали, это в первую очередь леснуха. И вот этот микрорайон, и одной из центров притяжения должна стать именно была эта территория». По площади прошли 45 видов исторической техники, в том числе легендарный победный танк Т-34. Лить мотивом парада стала история нашего земляка Владимира Чудайкина. В апреле 1944 года он попал в Красную армию. В первом своей жизни бою уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился при взятии Берлина. Командир танка погиб, и его обязанности исполнял Чудайкин. В бою он прикрывал наступающую пехоту огнем и броней. В конце ноября город отпраздновал еще одну победу, имиджевую. Самара стала судебной столицей Приволжского федерального округа. В городе открыли здание 6-го кассационного суда общей юрисдикции. Благодаря этому событию в Самарской области появятся новые высокооплачиваемые рабочие места. В авторитетном учреждении будут трудиться 113 судей, а общее число сотрудников достигнет 500 человек. Кроме того, размещение 6-го кассационного суда скажется и на статусе юридического образования в регионе. Анатолий Головко, События. Самый большой подарок жителям Самары под Новый год – долгожданное открытие Фрунзенского моста. Его начали строить еще в конце 15-го года. Мост соединит Самарский и Куйбышевский районы, а также обеспечит трафик в сторону федеральных трасс М32 и М5. Региону предстоит еще одна масштабная стройка. Мост через Климовку станет частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Вопрос об этом решен, что еще раз подтвердил президент на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос самарского журналиста. Несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то, что с нашими, в прямом смысле этого слова, братскими республиками бывшего Советского Союза сегодня, с независимыми государствами, товарооборот самый большой, и развития инфраструктуры явно недостаточно. Поэтому мы, я уже говорил об этом, мы, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей. Они свою часть дороги уже проложили на Китай. Мы должны сделать свою часть работы. Подводя итоги уходящего 2019 года, президент страны Владимир Путин высоко оценил работу руководства Самарской области. Губерния вошла в пятерку лучших российских регионов и стала абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе. За выдающиеся успехи область получит в следующем году почти полтора миллиарда рублей. Как потратить эти средства, будут решать вместе с жителями. Самарская область не может быть середнячком среди регионов России. И сегодня мы делаем первые, но очень уверенные шаги для того, чтобы вернуть звание лидеру региона, который мы утратили, к сожалению, в предыдущие годы по многим и многим позициям. Еще один пример удачного взаимодействия властей и жителей строительства школы нового поколения на пятой просеке. Проектирование учебного заведения начнут уже в начале 2020 года. При этом учтут все пожелания людей. Планируется, что это будет настоящая школа мечты. В канун Нового года настроение самарцам поднимает и новогодняя иллюминация. В этом году разнообразная как никогда. Гирлянды, фонтаны и фонари украшают не только уже привычные маршруты, но и новые уголки отдыха. Например, Крымскую площадь и сквер Фадеева. Новогодние рождественские елки установлены во всех микрорайонах города и в отдаленных поселках. Открыт в Самаре сезон новогодних чудес. Благотворительная акция «Елка желаний» помогает исполнить заветные детские мечты. Письма Деду Морозу пишут дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. Я убеждена, что все желания с этой елки исполнятся, потому что у нас в Самаре живут замечательные, добрые, отзывчивые люди, которые готовы делиться радостью и быть помощниками Деда Мороза. За 12 лет «Елка желаний» осчастливило почти 9 тысяч детей. В этом году новогодним настроением зарядились еще почти полтысячи малышей. Вот таким нам запомнился 2019 год. Дорогие телезрители, хотим поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья и благополучия. Только хороших и добрых новостей, о которых мы и расскажем на телеканале «Самара ГИС». Увидимся в 2020-м. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин